К этому сегменту относятся предприниматели, нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие, главы крестьянско-фермерских хозяйств. Теперь размер страховых взносов зависит от полученного дохода. До 31 декабря нужно оплатить страховые взносы в фиксированном размере, исходя из 12-кратного минимального размера оплаты труда по ставке 26% на пенсионное страхование и 5% на медицинское. С начала года, если доход превышает 300 тысяч рублей, придется еще немного раскошелиться. Это 1% от суммы, превышающей вышеуказанные 300 тысяч. Налоговые органы представляют в органы контроля за уплатой страховых взносов информацию из отчетности, которую представили им предприниматели. В случае, если в этой информации будет отсутствовать по каким-либо причинам сведения о доходах предпринимателя, может быть, они не сдали, не представили декларацию, Органы контроля за уплатой страховых взносов будут считать недоимку данных плательщиков в максимальном размере 138 627 рублей.